Первая книга Езры, глава первая. В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение Слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним. И пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот не жил, пусть помогут ему жители вместо того серебром и золотом, и иным имуществом, и скотом, с доброходным даянием для дома Божия, что в Иерусалиме. И поднялись главу поколений Иудеиных, и Вениаминовых, и священники, и левиты, всякие, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти и строить дом Господень, который в Иерусалиме. И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброходного даяния для храма. И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые Новоходоносор взял из Иерусалима, и положил в доме Бога своего. И вынес их Кир, царь Персидский, рукой Мефридата, сокровища хранителя. И он счетом сдал их Шашбацару, князю Иудину. И вот число их блюд золотых 30, блюд серебряных 1000, ножей 29, чаш золотых 30, чаш серебряных двойных 410, других сосудов 1000, всех сосудов золотых и серебряных 5400. Все это взял с собою Шашбацар при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим. Первое. Ездры. Глава вторая. Вот сыны страны из пленников переселения, которых Новоходоносор царь Вавилонский отвел в Вавилон, возвратившимся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, пришедший за Рвавелем Иисусом, Неемами, Сараем, Ревелем, Мардахеем. Число людей народа Израилева. Пересчисления. Далее делаем пропуск. Идут имена. Сколько и откуда. Из сыновей священнических сыновья Хайбая. Они искали своей записи. Стих 62. Записи родословной, и не нашлось ее. А потому исключено из священства. И Тершафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник Суримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из 42 тысяч 360 человек, кроме рабовых и рабынь их, которых было 7337, и при них певцов и певиц 200. Коней у них 736, лошаков у них 245, верблюдов у них 435, а слов 6720. Из главы поколений некоторые, придя к Дому Господню, что в Иерусалиме доброходно, жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить его на основании его. По достатку своему они дали в сокровищницу на производство работ 61 тысячу драхм золота и 5 тысяч мин серебра и 100 священнических одежд. И стали жить священники и левиты, и народы, певцы и привратники, и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах своих. Первая езра, глава третья. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израиля уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек, Иерусалим. И встал Иисус, сын Иерусалеков, и братья его, священники Изарававель, сын Салафиилов, и братья его. И соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея Человека Божия. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов. И стали возносить на нем всесожжение Господу, всесожжение утреннее и вечернее. И совершили праздник кущий, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по уставу каждого дня. И после того совершали всесожжение постоянное и в новомесяще, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господа всякого усердствующего. С первого же дня седьмого месяца начали возносить всесожжение Господу, а храму Господню еще не было положено основание. И стали выдавать серебро каменотесам и плотникам, и пищу, и питье, и масло седонянам и терянам, чтобы они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яфу, за зваление им Кира царя Персидского. Во второй год по приходе своим к Дому Божию в Иерусалим, во второй месяц за ровель сын Салафиилов, Иисус сын Иоседеков и прочие братья их, священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от двадцати лет и выше для надзора за работами Дома Господня. И стали Иисус сыновья Его и братья Его, Кадмиил и сыновья Его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителями работ в Доме Божием, а также и сыновья Хинадада, и сыновья их, и братья их левиты. Когда строители положили основание Храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида царя Израилева. И начали они попеременно петь «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милости Его к Израилю». И весь народ восстязал громогласно славя Господа за то, что положено основание Дома Господня. Впрочем, многие из священников и левитов и главпоколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма, перед глазами их, плакали громко. Но многие восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознавать восклицание радости от воплей плаща народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. И услышали враги Иуды и Вениамина, что, возвратившиеся из плена, строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарвавеле, и главам поколений сказали им, «Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертву однее сардана царя сирийского, который перевел нас сюда». И сказал им Зарвавеле, Иисус и прочие главы поколений израильских, «Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь персидский. И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их. Во все дни Кира царя персидского и до царствования дарья царя персидского. А в царствовании Ахаш Вероша, в начале царствования его, написали обвинения на жителей Иудеи Иерусалима. И во дни Артаксеркса писали Бешлам, Мефредат, Табиэл и прочие товарищи к Артаксерксу царю персидскому. Письмо же было написано буквами сирийскими и на сирийском языке. Рихум советник и Шимшай писец писали одно письмо против Иерусалима к царю Артаксерксу такое. Тогда-то. Рихум советник и Шимшай писец и прочие товарищи их, Динеи и Афарсавхеи, и Торпелеи и Апарсы, Арихьяне, Вавилоняне, Сусанцы, Даги и Ламитяне и прочие народы, которых поселил Аснафар Сенахерим, великий и славный, и поселил в городах самарийских и в прочих городах за рекою и прочее. И вот список с письма, которые послали к нему. Царю Артаксерксу, рабы твои, люди, живущие за рекою и прочее. Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам, в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесения к царю. «Пусть поищут памятные книги отцов твоих, и найдешь книги памятные, и узнаешь, что город сей город мятежный и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен. Посему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен, и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекою». Царь послал ответ Рихуму, советнику Ишимшаю, Песу и прочим товарищам, их которые жили в Самаре и в прочих городах заречных. «Мир и прочее. Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною. И от меня дано повеление, и разыскивали, и нашли, что город этот изданно восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения, и что были в Иерусалиме цари могущественные и владевшие всем заречьем, и им давали подать налоги и пошлины. «Итак, дайте приказание, чтобы люди сей перестали работать, и чтобы город сей не строился, доколе от меня не будет дано повеление. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К чему допускать размножение вредного в ущерб царям?» Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано перед Рихомом и Шемшаем, Песом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям, и сильной вооруженной рукой остановили работу их. Тогда остановилась работа при Доме Божием, который в Иерусалиме, и остановка себя продолжалась за второго года царствования дарит царя Персидского. Первая езра, глава пятая. Но пророк Айгей и пророк Захария, сын Ады, говорили иудеям, которые в Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали за Рававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Яседеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их. В то время пришел к ним Фафнай, заречный областеначальник, и Шефар Базнай, и товарищи их. И так сказали им, кто дал вам разрешение строить дом себе и доделывать стены его? Тогда мы сказали им имена тех людей, которые строят это здание. Но око Бога их было над старейшинами иудейскими, и те не возбронили им, доколе дело не отправили к Дарию, и доколе не пришло решение по этому делу. Вот содержание письма, которое послал Фафнай, заречный областеначальник, и Шефар Базнай с товарищами своими, а Фарссахеями, которые за рекой к царю Дарию. В донесении, которое они послали к нему, вот что написано. Дарию царю, всякий мир. Да будет известно царю, что мы ходили в иудейскую область, к дому Бога Великого, и строится он из больших камней. И дерево вкладывается в стены, и работа сия производится быстро, и с успехом идет в руках их. Тогда мы спросили у старейшин тех, и так сказали им, кто дал вам разрешение строить дом сии и стены сии доделывать? И сверх того об именах их мы спросили их, чтобы дать знать тебе и написать имена тех людей, которые главными у них. И они ответили нам такими словами. Мы, рабы Бога неба и земли, и строим дом, который был построен за много лет прежде всего. И великий царь у Израиля строил его и довершил его. Когда же отцы наши прогневали Бога небесным, он предал их в руку Новоходоносора, царя Вавилонского, халдеянинам. И дом сей он разрушил, и народ переселил в Вавилон. Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить сей дом Божий. Да и сосуды дома Божия золотые и серебряные, которые Новоходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в храм Вавилонский. Вынес Кир царь из храма Вавилонского и отдали их по имени Шешбацару, которого он назначил области начальником. И сказал ему, возьми сии сосуды, пойди отнеси их в храм Иерусалимский. И пусть дом Божий строится на своем месте. Тогда Шешбацар тот пришел, положил основание дома Божия в Иерусалиме, и с тех пор доселе он строится еще не окончен. Итак, если царю благоугодно, пусть поищут в доме царских сокровищ, там, в Вавилоне. Точным ли царем Кирам дано разрешение строить дом сей Божий в Иерусалиме, и царскую волю осем пусть пришлют к нам. Первая езра, глава шестая. Для него вышина его в шестьдесят локтей, ширина его в шестьдесят локтей. Рядов из камней больших три и ряд из дерева один. Издержки же пусть выдаются из царского дома. Да и сосуды дома Божия золотые и серебряные, которые на выходоностор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон. Пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский. Каждый на место свое. И помещены будут в доме Божием. Итак, Фафнай Зарейшин области начальник и Шефар Базнай с товарищами вашими Афарсахеями, которые за рекою, удалитесь оттуда. Не останавливайте работы при всем доме Божием. Пусть иудейские области начальники и иудейские старейшины строят сей дом Божий на месте его. И от меня дается повеление о том, чем вы должны содействовать старейшинам тем иудейским в построении того дома Божия. И именно из имущества царского, из заречной подати немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась. И сколько нужно терцов ли или овнов и агнцев на сессожжение Богу Небесному, так же пшеницы, соли, вина и масло, как скажут священники Иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без задержки, чтобы они приносили жертву, приятную Богу Небесному. И молились о жизни царя и сыновей его. Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины. И Бог, которого имя там обитает, да не зложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить сие к обряду этого дома Божия в Иерусалиме. Я Дарий дал это повеление, да будет оно в точности исполняемо. Тогда Фафнай Заречный Босоначальник, Шефар Базна и товарищи их, как повелел царь Дарий, так в точности и делали. И старейшие неудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея, пророка и Захарии, сына Адды. И построили и окончили по воле Бога Израилева, и по воле Кира, и Дария, и Артаксеркса, царей персидских. И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестой год царствования царя Дария. И совершили сыны Израилевы священники, левиты и прочие, возвратившиеся из плена освящение сего Дома Божия с радостью. И принесли при освящении сего Дома Божия сто валов, двести овнов, четыре стаганцев и двенадцать козлов жертву за грех за всего Израиля по числу колен Израилевых. И поставили священников по отделениям их и левитов по чередам их на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея. И совершили возвратившиеся из плена Пасху в четырнадцатый день первого месяца, потому что очистили священники и левиты. Все они, как один, были чисты. И закололи агнцев пасхальных для всех, возвратившихся из плена, для братьев своих, священников и для себя. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву. И праздновали праздника пресноков семь дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева. Первое. Ездры. Глава седьмая. После всех происшествий царствования Артаксерса, царя Персидского, Ездра, сын Сирая, сын Азария, сын Хелки, сын Шалума, сын Садока, сын Ахитова, сын Амария, сын Азария, сын Мараиофа, сын Захария, сын Узия, сын Буки, сын Ашишуя, сын Финиеса, сын Лязара, сын Аарона, первосвященника. Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевым, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все пожелания его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые сынов Израилевых, и священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев, седьмой год царя Артаксерса. И пришел в Иерусалим в пятый месяц, седьмой же год царя. Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона. И в первый же день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов его в Израиле. Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога Небесного Совершенному, и прочее. От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякие из народа Израилева, из священников его и левитов, желающие идти в Иерусалим, шел с тобою. Так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудея и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей. И чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, которого жилище в Иерусалиме. И все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской, вместе с доброходными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме. Поэтому немедленно купи на эти деньги валу овнов, агнцев и хлебных приношений к ним, и возлияние для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме. И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте. И сосуды, которые даны тебе для службы в доме Бога твоего, поставь перед Богом Иерусалимским. И прочее потребное для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давая из дома царских сокровищ. И от меня, царя Тарсерса, дается повеление всем сокровищохранителям, которые за рекою. Все, чего потребует у вас ездра священник, учитель закона Бога Небесного, немедленно давайте. Серебро до ста талантов, и пшеница до ста коров, и вина до ста батов, и до ста же батов масла, а соли без обозначения количества. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с очанием для дома Бога Небесного. Смотрите, чтобы кто не простер руки на дом Бога Небесного, дабы не было гнева его на царство царя и сыновей его. И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, ни финеев и служащих при этом Доме Божием, ни налагать, ни подати, ни налога, ни пошлина. Ты же, ездра, по премудрости Бога Твоего, который в руке Твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех знающих законы Бога Твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога Твоего и закон царя, на тем немедленно пусть производят суд на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Благословен Господь Бог Отцов наших, вложивший в сердце царя, украсит дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя. Я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я главы Израиля, чтобы они пошли со мною. Первое ездры, глава восьмая. И вот главы поколений и родословия тех, которые вышли со мной из Вавилона в царствование царя Артаксеркса. Перечисление. И дал им поручение к Идо, главному в местности Кассифи, и вложил им в уста, что говорить к Идо, и братьям его, Нефинеям, в местности Кассифи, чтобы они привели к нам служителей для дома Бога нашего. И приявление к нам, так как благодевящая рука Бога нашего была над нами, человека умного и сыновей Махлия, сына Левина, сына Израилева, именно Шеревию, и сыновей его и братьево, восемнадцать человек, и Хашавию, и с ним Иешаю, и сыновей Мирарина, и братьево и сыновей их двадцать. Из Нефинеев, которых дал Давид и князя его на прислугу Левитам, двести двадцать Нефинеев, все они названы поименно. И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам перед лицем Бога нашего, просить у него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути. Ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющее, а на всех оставляющих его могущество его и гнев его. Итак, мы постились и просили Бога нашего о сем, и он услышал нас. И я отделил из начальствующих над священниками двенадцать человек, Шеревию, Хашавию и с ним десять из братьев их. И отдал им весом серебро и золото и сосуды, все пожертвовано для дома Бога нашего, чтобы пожертвовали царь и советники его, и князья его, и все израильтяне там находившиеся. И отдал на руки им весом серебра шестьсот пятьдесят талантов и серебряных сосудов на сто талантов, золото сто талантов, и чаш золотых двадцать в тысячу драхм, и два сосуда из лучшей блестящей меди, ценимой как золото. И сказал я им, вы святыня Господу, и сосуды святыни, и серебро, и золото, доброхотное даяние Господу Богу Отцу ваших. Будьте же бдительны и изберегите это, доколе весом не задите начальствующим над священниками и левитами, и главам поколения Израилев в Иерусалиме, в хранилище при доме Господнем. И приняли священники и левиты, взвешенные серебро и золото, и сосуды, чтобы отнести Иерусалим в дом Бога нашего. И отправились мы от реки Агавы в двенадцатый день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим, и рука Бога нашего была над нами, и спасала нас от других врага, и от подстерегающих нас на пути. И пришли мы в Иерусалим, и пробыли там три дня. В четвертый день мы стали весом, сдали серебро и золото, и сосуды в дом Бога нашего, на руки Меримофу, сыну Урии, священнику, и с ними Леозару, сыну Финеасову, и с ними и Азаваду, сыну Иисусову, и Наади, сыну Винуя, левитам. Все счетом и весом, и все взвешенное записано в то же время. Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение Богу Израилю двенадцать тельцов за всего Израилю, девяносто шесть овнов, семьдесят семь агнец, и двенадцать козлов жертву за грех. Все это во всесожжение Господу. И отдали царские повеления царским сатрапам и заречным областям начальникам, и они почтили народ и дом Божий. Первая ездра, глава девятая. По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали, народ Израиля, вы священники и левиты, не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от Хананеев, Хитеев, Перезеев, Иусеев, Аманитян, Мавитян, Египтян и Амареев, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была всем беззаконней первою. Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою, и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный. Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израиля по причине преступления переселенцев. И я сидел в печали до вечерней жертвы. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней и верхней одежде, пал на колени мои и простер руки мои Господу Богу моему. И сказал, Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. С одни и отцов наших мы в великой вине до сего дня. Из-за беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч в плен и на разграбление и на посрамление, как это и ныне. И вот, по малом времени даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших, и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем. Мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш, и склонил Он к нам милость старей персистки, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего, и восстановить Его из развалин Его, и дали нам ограждение в Иудее и Иерусалиме. И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих, которые заповедал Ты через рабов Твоих, пророков, говоря, земля, в которую идете Вы, чтобы овладеть ее, земля нечистая, она осквернена нечистотой иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих. Итак, дочерей Ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей Ваших, и не ищите мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться Вам и питаться благами земли той, и передать ее в наследие сыновьям Вашим навеки. И после всего, постигшего нас за худые дела наши, и за великую вину нашу, ибо Ты, Боже наш, пощадил нас, не по мере беззакония нашего, и дал нам такое избавление. Неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас, так что не будет усыревших и не будет спасения? Господи Божий Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня, и вот мы в беззакониях наших перед лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять перед лицом Твоим. Первое Ездры, глава 10. Когда так молился Ездры, исповедовался, плача и повергаясь перед Домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шиханья, сына Ихиила и сыновей Иламух, и сказал Ездре, мы сделали преступление перед Богом нашим, что взяли себе жены наплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих перед заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобой ободрись и действуй. И встал Ездре и велел начальствующим над священниками, левитам и всем Израилем дать клятву, что они сделают так. И они дали клятву. И встал Ездре и пошел от Дома Божия в жилище Иоханана, сына Илья Шивова. И пришел туда, хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакало преступление переселенцев. И объявили в Иудее и Верусалиме всем бывшим в плену, чтобы они собрались в Иерусалим. И кто не придет через три дня, на все имение того по определению начальствующих и старейшин будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев. И собрались все жители Иудеи в земле Вениаминовой и Верусалим в три дня. Это было в девятом месяце, двадцатый день месяца. И сидел весь народ на площади у Дома Божия дрожа, как по этому делу, так и от дождей. И встал Ездра священник и сказал им, «Вы сделали преступление, взяв в себе жен и наплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь всем перед Господом, Богом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народа земли и от жен и наплеменных». И отвечала все собрание и сказала громким голосом, «Как ты сказал, так и сделаем. Однако же народ многочисленный, время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице. Да и это дело ни одного дня и ни двух, потому что мы много в этом деле погрешили. Пусть наши начальствующие заступят место всего общества, «И все в городах наших, которые взяли жен и наплеменных, пусть приходят сюда в назначенные времена, и с ними, старейшины, каждого города и судей его, доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело». Тогда Янафан, сын Асаила, и Яхзея, сын Фиквы, встали над этим делом. И Мишулам, и Шафай Левит были помощниками им. И сделали так, вышедшие из плена. И отделены на это ядра священник главу поколения от каждого поколения их, и все они названы поименно. И сделали они заседание в первый день десятого месяца для исследования сего дела. И окончили исследование о всех, которые взяли жены и наплеменных первому дню первого месяца. И нашлись и сыновей священнических, которые взяли жен и наплеменных, и сыновей Иисуса, сына Иоседекова, и братьев его. Моосея, и Леозер, и Ариф, и Гидалия. И они дали руки свои во уверение, что отпустят жен своих, и что они повинны принести в жертву овна за свою вину. И сыновей Имера, Хананей, и Зеваде, и сыновей Харима, Моосея, и Елия. Перечисление. Все сии взяли за себя жен и наплеменных, и некоторые из сих жен родили им детей.